Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» я и ведущий священник Сергий Рыбаков. Напомню, что в нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами и вспоминая самые простые истории, для того, чтобы разъяснить суть нашей веры. Вот уже третий понедельник, третью встречу мы посвящаем, как кажется, может для обывателя так показаться, совершенно отвлеченному от православия, от христианства разговору. Здесь нет догм, здесь нет канонов, мы не разбираем сложнейшие богословские, как кажется, проблемы. Однако все то, что мы здесь разъясняем и говорим, мы говорим о христианском мировосприятии, о христианском мировоззрении и о том, как оно формируется, и о том, как это сложно сформировать. Говорим с нашим гостем Дмитрием Анатольевичем Герасимовым. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Здравствуйте, отец Сергий. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад всех видеть. Мы говорим о... Вообще напомню, может быть, те, кто присоединился сегодня к нам впервые, будут не совсем понимать, о чем идет речь. Те, кто посмотрел нас несколько понедельников назад, может, уже забыл вообще всего к сегодняшнему дню, о чем мы вообще в принципе говорим. Мы говорим об особом христианском мировосприятии, мировоззрении, которое подсказывает человеку, что то, где он обитает, это дом. В этом доме есть хозяин, есть отец, с которым необходимо выстроить достойные, правильные отношения. Причем с его стороны как бы все делается как надо, не все всегда делается с нашей стороны как надо. С другой стороны, мы говорим о том, что в доме есть зона ответственности, вот, и взять ответственность за собственную жизнь, звучит лишь только просто. Иногда, на самом деле, реализовать это очень сложно. И вот, может быть, и об этом в том числе мы сегодня и с вами поговорим. Мы начали об этом говорить через слово «смысл» в прошлый понедельник, потому что осмысленное бытие, осмысленная жизнь, она мешает превратиться жизни в существование и выживание. Мне кажется, вот, я тоже веду деятельность просветительскую, работаем со студенчеством. У нас при храме действует клуб православной молодежи. Ну и в целом я уже с 2009-го, наверное, очень активно общаюсь со студентами. И вот я, например, заметил интересную и очень печалющую у меня тенденцию. Исчезли вопросы. Вот, по крайней мере, по отношению ко мне как к священнику и по отношению вообще к церкви, к Евангелию, исчезли вопросы. Вот до 2009-го года, в 2009-м, в 2010-м у нас цокольный этаж не вмещал людей. И все они приходили, мы не задавали никаких тем для беседы. Там, типа, приходите, мы сегодня поговорим о счастье или там о радости. И вот все там идут на тему и на лектора. Нет, просто были открыты двери, а шел народ для того, чтобы задать вопрос. Сейчас я, например, тоже веду лекции, лектории по понедельникам, по пятницам. И иногда я начинаю с этой вводной. Может быть, мы сегодня поговорим о том, о чем интересно вам. И вы зададите мне те вопросы, которые было бы интересно обсудить вам. И гробовое молчание. Вопросов нет. Нет вопросов ни о счастье, ни о радости, ни о том, как мне выстроить свое жизненное пространство. И я понимаю, что либо эти вопросы уже просто максимально ясны, что вряд ли. Либо они не встают, потому что эти вопросы лежат в пространстве жизни. То есть, когда ты живешь, ты задаешься этими вопросами. Когда перед тобой стоит проблема выживания, тебе некогда думать о счастье, о радости, о каких-то вещах. Потому что это все перемещается на периферию. И вот тема осмысленности, это фундаментальная тема для человечества всех времен и народов. Мы ее попытались широкими мазками нарисовать, написать в прошлом диалоге. Сегодня мне бы хотелось поговорить о том, что вот есть, опять же, зона ответственности. И есть ответственность за собственную жизнь. И ее нужно выстроить определенным образом. И меня поразила тема, с которой вы недавно, ну, относительно недавно выступали в школе, по-моему. Вот, или где-то, ну, в учебном заведении, безусловно. Тема порядочности. Потому что это все, здесь вот корень ряд, он очень интересный. Упорядоченность, порядочность, порядок, опять же, все тот же, да, когда мы приводим что-то в порядок. Вот мне было бы интересно, что главной темой этой беседы, главной целью, что хотели донести. И самое интересное, вот как строился дальнейший диалог у вас? — Мне тоже очень многое хочется сказать. Во-первых, хочу посоветовать, ну, для того, чтобы был диалог с людьми. Потому что не всегда они готовы задавать вопросы. Начну с этого. Я тоже люблю, когда... — Митрий Анатольевич, а вот скажите... И это прям, ну, такая открытость, да, открытость на одной волне. И мы прямо вот понимаем друг друга. Но когда этого нет, думаешь, может, я вообще не то что-то, может, они все знают, может быть, я неинтересен. Понимаете, такая вот борьба с самим собой, она не нужна абсолютно. И тогда я делаю просто очень. Ну, вернее, есть несколько методов. Один из них — это за лучший вопрос приз. Ну, приз, может быть, аплодисменты. Мои дети уже скептические, когда я говорю, так, давайте что-нибудь сделаем. И приз будет, они, ну, знаем мы, аплодисменты или целунка. Я говорю, нет, там чупа-чупа. А, да-да, сразу. Вот, ну, то есть, понятно, да, что-то такое. Я радиоведущий, я привет передаю. Ну, и потом говорят, привет на радио передам. А, о, ну, тоже адекватно как-то. Вопросы задаются. Или про задать листы бумаги искать. Тоже давайте, ребят, начнем с вопросов. Просто самые искренние, самые вот... Я бы хотел поговорить на эту тему, но, может, вам что-то. Вообще вы, я знаю, что вы умные, мудрые, вы напишите. И тоже, даже вот из 100%, ну, 70% точно будет интересный вопрос. Интересный. Вот. Ну, а если говорить дальше про тему, которая вас заинтересовала, она называлась «Самая сложная на свете». Тема так называлась. Я начинал с того, что брал лист А4 и говорил, кто может сложить его больше, чем 8 раз. Ну, и, конечно, самый здоровый парень выходил и ничего не мог делать. Ну, это так, начало. Я говорю, ну, конечно, а что еще сложно? Ну, они начинали там что-то сами говорить, потому что уже такая ломка льда произошла. А в конце вот этого, это, как бы, блока этого я говорил, а вот мне кажется, самое сложное человеку всю жизнь прожить, оставаясь порядочным. И такая повисала пауза. Но кто-то обязательно в шутку или чтобы выделиться, они же подростки, говорил, а я могу. Я говорю, отлично, проверим, но для этого нам нужно... Прожить жизнь. Да, встретимся там через 100 лет, да? Я говорю, почему? А потому что как раз порядочность – это ответы на вызовы ежеминутные. Соврать, не соврать. Сделать то, что обещал или не сделать. Поступить по чести или поступить по выгоде. И это тоже невозможно проверить. Это ты сам о себе можешь сказать, да, потом. Или люди другие о тебе могут сказать. Ну, вот в целом так, да. Близкие люди или дальние там. Тут разные есть области. Ну, мы говорим... Вот там есть такое эссе, я где-то нашел. «Миру требуются люди», оно называется. Ну, там около 20 таких, ну, как бы, предложений. Они вроде бы все друг от друга не зависят. Но начинается там, ну, кто говорит «нет», когда все вокруг говорят «да». Или для кого есть ценности важнее карьеры. Ну, ценности имеется в виду. Здравствуйте. Кто является другом не только в богатстве, но и в бедности. Да, там. Кто не побоится отстаивать непопулярную истину. И вот я и прошу, их там 20, и, в общем-то, много. Я прошу, я их зачитываю все. Во-первых, когда я читаю, абсолютная тишина. И они внимательно слушают. А во-вторых, они выбирают для себя. То есть задание такое выберите, потом объясните, почему. Вот. И там разные идеи. Ну, в общем-то, это о порядочности все, да, вот о таких ценностях. Мы говорим там о честности, об ответственности. Пять сфер – это своя жизнь, ну, именно поступки, да, образование. Причем речь не идет о дипломе, а именно о том, что ты будешь постоянно что-то новое изучать. Потому что если ты не будешь ничего изучать, твой мозг, он просто усохнет и так далее. Ты неинтересен будешь как собеседник. Ты просто будешь пуст. Тебе самому с собой неинтересно будет. Это общество, в котором ты живешь. Это окружающий мир. Ну, то есть общество, имеется в виду, в котором ты живешь, и вообще в целом мир, да, там что-то. И природа – это тоже очень важно. Во всем этом мы не касаемся религии, но она… То есть я всегда сравниваю, знаете, у нас дети уже третий ребенок. У вас, я знаю, поболее. Пятеро. И вот у нас там родители однажды говорят, давайте камеру поставим, муляж хотя бы. Мы знаем, где продается. Она прям большая такая, как вот кинокамера, только, ну, как бы маленькая, но похожа на камеру. Не без проводов. Ну, проводочек там куда-нибудь спрячем. И вы, учительница, будете говорить, что вот, значит, смотрите, родители на вас смотрят. Везите себя хорошо. И интересно, что я работаю со взрослой аудиторией и такой вопрос поднимаю. И они говорят, да, первые там неделю, две там дети боятся. А потом не могут, потому что, ну, мы можем, конечно, из-за камеры. Вот сейчас же это ГИБДД ставит камеры, чтобы лучше себя водители вели. И мы, на самом деле, если там по навигатору едем, снижаем скорость, потому что понимаем, что камера, значит, штраф. Но совесть, Божий глаз внутри, это сильнее будет любой камеры. И если мы будем об этом говорить... Однажды я работал, ну, не работал, а такое послушание нес, как вы сказали. Был членом общественного совета городской думы, пятого созыва. Вот. И однажды там заседали все начальствующие в нашем городе, чиновники, мэр там все. И вопрос был о том, как победить наркоманию. Ну, они сказали, что давайте повысим срок, давайте там то, давайте то, поставим в ящики, чтобы стучали, ну, писали. Стучали, стучали. Нет, ну, понятно, да, они делают все, что могут, законодательно, да, репрессирующими какими-то своими вещами, да. И тут как-то все высказались, и начальствующий, там, председатель думы говорит, а вот у нас Дмитрий Анатольевич тут присутствует. Хотя мне слово там никто и по регламенту не обязан дал, я вообще член общественного совета, просто должен был сидеть и все. Там выступали, там, начальники. Вот он у нас присутствует, я бывал на его лекциях, я знаю, как он говорит, я знаю, о чем он говорит. Дмитрий Анатольевич, давайте, вот посоветуйте нам, что вообще, что вы можете сказать? Ну, там обычно дают три минуты, да, не больше. Ну, что за три минуты такой вот скажешь людям, да. Я говорю, давайте поиграем. Ну, поиграем в смысле, давайте сейчас разомнемся. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто считает, что каждый день нужно быть честным человеком. И знаете, действительно атмосфера разведилась, начали смеяться люди. И не все стали поднимать руки, а некоторые смотрели на начальников, и если начальник поднимал, то они тоже не могут же просто сидеть. Они поднимают руки, и если они не подняли, то они тогда гладят волосы. И все начали гладить волосы. Ну, не все, но процентов 70. Ну, конечно, главные все там. Кто-то поднял, кто-то там. И все вот такое хихиканье какое-то, знаете, какое-то, как будто я сказал сейчас слово секс. Вот тоже все подростки мьются там. Я говорю, вот видите, если мы с вами люди поставленные, значит, так высоко. Ну, понятно, что мы не можем говорить правду. Иногда мы лжем, потому что боимся, не знаем, что сказать. Ну, это защитная реакция, да? Но ведь нам должно быть стыдно. Ведь это же ценность, честность. Это же нравственная граница. Если мы, как в одной школе, мне папа один говорит, а что такое честность? Что вы нашим детям о честности? Что это такое? Я вообще не знаю, что такое честность. Я говорю, а вы чем занимаетесь? Ну, я бизнесмен. Я говорю, аааа. Не знаю, что такое честность. Сейчас я вам расскажу. А, в этом смысле? Я говорю, ну, конечно, в этом. Вы обещали, вы выполняете. А что, как еще? Правду надо говорить. Правду. Ну, не можешь сказать правду? Ну, я говорю, не могу сказать правду. Или нет информации на эту тему. Не могу ее высказать сейчас. Или выскажу позже, если смогу. Ну, я понимаю, что тут мир соткан из... Обмани меня, если сможешь. А может ли человек порядочный лгать в спасительных целях? Может, во благо? Да. Пусть попробует. Ну, а вы как считаете? Я пробовал, у меня не получается. Я страдаю потом. Ну, такое личное страдание от лжи, оно понятно, хорошо. Но порядочным, например, вы же не перестали быть? Или перестаете быть порядочным? Я думаю... В чем разрушение порядка? Ну, порядок, он в целостной личности. Вот есть такое слово целомудрие. Оно же не только к употреблению интимных действий до брака или в браке не своим супругам. Оно же ведь о целостной мудрости, о целостности личности. Вот есть такое слово в психологии – конгруентный. То есть, когда я внутри и снаружи единый. Когда я не изображаю себя кого-то, кем я не являюсь. Или наоборот, люди чувствуют. Когда мы с педагогами общаемся, мы часто затрагиваем эту тему. Они говорят, как с подростком разговаривать? Я говорю, будьте конгруентными. Будьте настоящими. А если мы... Ну, допустим, вопрос один. Расскажите, за что вы любите жизнь? И мне они говорят, а если ты не любишь жизнь? То есть, что нам, как бы, вот как нас припудривали сейчас перед эфиром, нам постоянно себя припудривать или нам все-таки тянуться внутренне к той красоте или тем стандартам, которые мы должны, ну, как бы, транслировать, как педагоги, как, ну, просто лидеры в каждой, в своей, там, области, да. Мы ведем за собой кого-то. Ну, во-первых, мы себя должны, мы должны быть лидерами для самого себя. Мы должны себя тренировать каждый день. Ну, не получилось сегодня. Ну, если ты скажешь, у меня не получилось, но я хочу, это все равно будет прогресс, чем... Вот люди скажут, для того, чтобы мне выстроить отношения с Дмитрием Анатольевичем, например, да, наше общение, какое общение вообще, любое общение, оно строится на компромиссах, на поисках компромиссов, да. Компромиссы — это всегда умение отойти на два, на три шага назад. Это иногда умение сказать человеку то, что он хочет услышать для того, чтобы сохранить его. Но иногда сказать другому человеку то, что он хочет услышать, это значит торгануть собственной душой. Вы знаете, я понимаю, о чем идет речь, но я думаю, что не всегда так. Вот есть такая интересная фраза, когда, допустим, вы говорите то, с чем я не согласен, и я не хочу вам сказать, что я не согласен с вами. Вы говорите не то, что мне хочется, я могу сказать, очень интересно. То есть есть слова, или это в целом подход. Это подход, это компромиссный подход, конечно же, но компромисс не со своей совестью, а компромисс между войной и миром, понимаете. И речь не идет о том, чтобы всем говорить правду в глаза, как пророк или как какой-то там, знаете, ясновидящий. И заключитель. Да, прямо вот идет и видит, у тебя тут грязь на штанине, у тебя там, ты там, ну и так далее. Я думаю, Христос, он тоже ведь мог так делать. Он иногда делал так. Брал бич и выгонял продающих из территории там, да. Но иногда он говорил притчами, понимая, что люди не готовы услышать сейчас глубину. Да и ученики не готовы были. Он им часто разжевывал, да, там, разъяснял что-то и так далее. Давал им возможность почувствовать себя на высоте, когда посылал их там, давал им власть изгонять бесов там. А потом они признавали, мы, нам повинуются. Говорит, ну, хорошо, хорошо. Не квадратно, где голова не квадратная. Или да, мне тоже понравилось. Мы вот буквально в клубе недавно у нас православная молодежь эту тему поднимали. Я прям поставил, ну, те, кто пришел, поставил им такое духовное упражнение. Говорю, вы читали Евангелие, вы его знаете, конечно. Попробуйте прочитать Евангелие без тех внутренних стереотипов, которые у вас есть. А стереотип один из самых главных и самых страшных, опять же, который разрушает пространство дома. Это четкое деление на свой-чужой. Вот, и вот попробуйте прочитать Евангелие, вы увидите именно с такой точки зрения, что Христос приходит склеить разбитый сосуд. Он никого не бичует, вот не изобличает. Даже тех, кого он изгоняет из храма, он им говорит, что вы сделали с домом молитвы что-то плохое. То есть он опять очень четко ставит на вид само действие, но не самого человека изобличает. И мы говорили о Фоме. Встал вопрос, так все-таки Фома неверующий, и все-таки его Христос-то порицает за его неверие? Я говорю, нет. Во-первых, он неверующий, его нельзя назвать неверующим, потому что там присутствует другой аспект веры. Это как если бы, ну я приводил такой пример. Вот есть муж, есть жена. Муж, например, взял, вышел из дома за хлебом и исчез на полтора года. А потом к этой жене приходит лучшая подруга и говорит, я видела твоего мужа, он там в пятерочке бананы покупает. И жена говорит, не верю. Не верю не потому, что бредит подруга или не потому, что этой ситуации быть не может, а потому что я верю в нашу любовь. И та любовь, которая есть между нами, мне подсказывает, что он бы явился ко мне к первой. Фома предъявляет точно ту же самую претензию. Он не верит не в воскресенье, а он не верит, что на мою такую любовь, на мое такое ожидание, он не явился мне первому или, по крайней мере, явился тогда, когда меня нет. И Христос его не порицает, он лишь разводит определенные грани. Он говорит, что ты видел и уверовал, но блаженны те, кто не видел и верует. И вот в этом противопоставлении «но», пресловутом нашим языковом, несовершенный язык вообще в принципе человеческий, все видят, что вот ты типа плохой, а они вот будут хорошие. А на самом деле у тебя опыт такой, а у этих опыт такой. И сопоставлять эти опыты просто не нужно и не стоит. И когда ты прочитаешь Евангелие в таком ключе, то вдруг становится понятно, что Христос абсолютно ценит каждого. Конечно. Я не помню, почему я вдруг об этом заговорил. Ну, мы говорим о порядочности, о честности и о том... Да, о том, что можно компромиссы разные. Да, в данном случае я тоже вижу очень много, ну, мне, допустим, говорят, зачем ты общаешься с молодежью, со всеми там. Ведь, возможно, то есть, ну, у меня есть друзья, которые занимаются тренингами личностного роста. И есть такое понимание, как подготовленная аудитория. Когда они приходят, или вот мы приходим к людям, которые знают, кто мы, они хотят, они там, вопросы у них есть, они хотят расти, развиваться. И вот мы пришли, им помогаем. Я перед такой аудиторией выступаю иногда. Но чаще всего и студенты, и школьники не знают, что я буду. Это новая встреча. И они вообще готовятся к чему-то, к какому-то. Вот в Наянове я работал больше двух лет, ну, когда с новыми ребятами встречался, они так... А мы пришли, мы хотим учиться, у нас там математика, или у нас там английский, или что-то. Зачем нам сейчас Дмитрий Анатольевич? То есть, вот прямо такое пренебрежение на лице было, да? И понятно, что, когда я общаюсь вот с людьми, которые не хотят меня видеть, и не хотят со мной общаться на те темы, которые мне интересны, а им, может быть, и нет. Вот. Но мне нужно сделать так, чтобы они заинтересовались. Но не занимаясь тем, что я буду лгать, а говоря правду. Но правду так и о том, и в такой атмосфере, в которой бы им интересно было слушать. Мы подходим к удивительной теме. Но, к сожалению, я думаю, что мы ее не успеем за сегодня в полном таком объеме осветить. Что, оказывается, все, что есть в жизни человека, все должно стать плодом труда. Да. Говорить правду – это искусство. Отворить милостыню – это искусство. Формировать отношения с людьми – это искусство. Здесь нельзя в кирзовых сапогах топтаться по чужим душам, и здесь топором не намашешься. И тогда целый спектр вопросов, конечно, рождается. Как научиться говорить правду? Как научиться быть порядочным человеком? Тут тоже, кстати, удивительная фраза вспомнилась Честертона, который говорил, что прежде чем назваться христианином, ты должен стать джентльменом. А Калист Уэр, епископ православный, он очень интересное определение дьявола давал. Он говорил, дьявол – это ни в коей мере, никогда, ни при каких условиях не джентльмен. А джентльмен – это, собственно, если переводить на русский, это порядочный человек, человек порядка. Множество вопросов открывается сразу же. То есть тысяча дверей. Как вот этому научиться, вот этому? Как научиться доверию? Как научиться доверять? Как научиться принимать правду? И тут множество вещей, которые бы стоило обсудить, но у нас совсем немного времени. Поэтому я бы вот, если бы я вас сейчас попросил резюмировать все то, что мы сказали, все то, что мы обсудили, некую сырмяжную, такую вот истинную ядро из этих наших трех встреч вычленить и обратиться, например, к нашим телезрителям, то что бы вы сказали? Что из того, что мы с вами проговорили, фундаментально и главное? Я думаю, что главное, то, что независимо от того, что было в нашей жизни, что мы пережили ту глубину, потерю, трат, боли, есть исцеление. Это Божье сыновство или называть себенком. Верить в то, что есть. Наш отец любит и готов прийти к нам в наше сердце, готов снизойти, он уже это сделал в Иисусе Христе. Он хочет сотворить дом. И чтобы у нас было ощущение безопасности, любви, ответственности, порядочности внутри нас. Во-первых, все начинается изнутри. Я видел такую майку интересную, такая майка белая, а здесь как бы такое сердце, да, и оно так приоткрытое. Оттуда рука с совком и с мусором, ну, выкидывает что-то. Действительно, у нас есть мусор. Много очень обид, много очень эгоизма, много страха, жалости к себе и так далее. Когда мы знаем, что мы любимы и нам не нужно это зарабатывать, мы просто любимы. Мы любимый сын, я любимый сын. Безотносительно и безусловно. Вообще, безусловно, безусловно, я любимый сын. Отец меня будет обо мне заботиться, будет мне помогать, будет работать со мной, небесный отец. Все будет для меня делать просто потому, что я рожден. И если это рождает внутри меня ответственную благодарность и любовь к нему, то я думаю, это все, что вообще Бог хочет от нас здесь на земле. И этой любовью мы сможем поделиться с другими людьми, тех, кто колючий был, наши родственники. Мы сможем их тоже любить, даже если они будут поначалу говорить нет. Мы сможем обустроить наш дом, какой бы он ни был, высокий, маленький, но там будет уютно. Потому что уют – это гармония, это не фэншуй какой-то там. Это именно, вот пусть не так лежит там вилка или ножик там, но они лежат, и тут любовь все покрывает, все пространство, и нету холода, тепло. Но когда все лежит аккуратно, но нету этой любви, нету Бога здесь, он не хозяин в нашем сердце, в нашем пространстве, то что бы мы ни делали, нам все будет не так, не доставать. И я хочу запомнить словами Иоанна Кронштадтского, который сказал, «Жизнь, сердце – это любовь, а злоба и вражда – это смерть нашего сердца». Он сказал, что Господь для того и держит человека на земле, чтобы любовь всецело проникла в наше сердце и нашу жизнь. В этом суть нашего существования предназначения. Спасибо огромное за столь содержательные диалоги, хочется продолжать и продолжать на самом деле. Но я надеюсь, что наша встреча будет не последней, что мы еще и еще будем встречаться и обсуждать простые вещи. Потому что они простые не в своем содержании, они простые в формулировках словесных, в вербальных каких-то изъяснениях. Но очень сложные, как у Константина Кинчева есть замечательная фраза «Только на душе шрамы в три ряда от такой простой работы жить». Действительно, что работа как бы простая – жить, а шрамы в три ряда. Спасибо вам огромное за то, что мы сегодня прояснились. Напомню, что передачу, которую ведет Дмитрий Анатольевич, называется «Ясность». И мы сегодня какую-то ясность, я думаю, внесли в аспект мировоззрения христианина. Спасибо огромное. Спасибо вам за общение. Дорогие друзья, ну а с вами мы прощаемся. До скорых встреч. Храни всех вас Господь. Присоединяйтесь в следующий понедельник к нашим диалогам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова